Урок 5. Настройки модуля. В этом уроке рассмотрим способы хранения настроек модуля, их плюсы и минусы, а также рассмотрим файл с настройками модуля iTrack WebMessenger. Как правило, задачи, решаемые написанием модуля, охватывают не одну проблему, а множество. Для того, чтобы пользователь мог изменять поведение модуля, не влезая в программный код, необходимы настройки. Настройки можно хранить двумя способами. 1. Класс C-Option 2. Собственный класс для хранения свойств Первый вариант позволяет использовать стандартное хранение свойств в таблице B-Option, что является непосредственно большим плюсом, так как таблица всегда существует и для нее написано хорошее API. Минусом такого решения является отсутствие гибкости. Настройки могут быть строковыми или числовыми. В случае, если настройки представляют собой многоуровневый массив или объект, то сохранить их этим способом получится только с использованием сериализации. Второй способ предоставляет большую гибкость хранения настроек. Структура настроек зависит только от требований к модулю и вашей фантазии. Но минусом является необходимость проектирования структуры таблицы по требованиям модуля, а также поддержка кода, написание API и документации. Все это необходимо для поддержки решения, а также для удобства использования. В любом случае, выбор способа хранения ложится полностью на ваши плечи. Все зависит от решаемых задач и сложности решения. Рассмотрим пример файла Options.php. Модуль iTrack WebMessenger. Логически структуру файла можно разделить на три части. Первая часть. Служебная. Подключение требуемых файлов, проверка прав и т.д. Вторая часть. Обработка свойств. Сохранение или получение значений свойств. Визуальная часть. Как правило, HTML, описывающий форму изменения настроек. Для нашего модуля мы использовали хранение свойств с использованием класса C-Option. Подключаем в ланг файлы. Определяем переменную с идентификатором модуля. И проверяем доступ к модулю. Также в этом блоке идет описание вкладок. В нашем случае она одна. Получаем список групп, которые есть на сайте. Обработка момент сохранения очень простая. Сохраняем свойства как число. С помощью функции C-Option, SetOptionInt. Ниже идет описание формы с табами. В форме значений настроек получаются с использованием функции C-Option, GetOptionInt. br residualgy